Всем добрый вечер! Сейчас мы ждем наших гостей. Добрый вечер! Добрый вечер! Меня слышно? Да, хорошо слышно. Подпишитесь в чат, как нас слышно. Все хорошо. Так, сейчас мы ждем подключения Лариса Евгеньевна. И начинаем. Не может появиться почему-то. Коллеги, привет! Здравствуйте! Привет! Ну что, у нас уже все здесь, и мы можем начать? Да, можем начинать. Супер! Ну, тогда давайте я официально начну, если это возможно. Здесь у нас Влад Журин, студент 4-го курса EIC. Евгений, не знаю, сейчас специально его представлю. Меня зовут Петрова Лариса Евгеньевна. Я проректор по научно-инновационной работе EIC. И мы здесь собрались сегодня не случайно, а это очередной цикл медиапрограммы. На этот раз мы готовим медиапрограмму, уже реализуем ее 4-й международной конференции EIC по цифровому искусству. Вот мы уже 4-й год подряд этим занимаемся. У нас есть определенная ответственность. И эта ответственность, прежде всего, перед студентами. В этом году мы посвятили нашу медиапрограмму, решили посвятить, нет, не медиапрограмму, всю конференцию таким прагматичным вопросом. Не случайно название техно-искусство с многоточием, потому что бог знает, что можно под этим иметь в виду. А дальше прагматика прекрасного. Вот сегодня мы будем говорить, надеюсь, о компьютерных играх. Не прекрасно ли это? Безусловно, прекрасно. И всегда ли прекрасно и прагматично? И как добиться прагматики в этом новом цифровом прекрасном? Вот с этими вопросами, в том числе, мы хотим разобраться. И, конечно, нас будет интересовать, в чем специфика, как деньги заработать, в чем специфика карьеры цифрового, светового художника. Это важный вопрос. Как вообще конвертировать, монетизировать таланты цифровых художников, например, наших студентов ЕСИ и многих других, потому что цифровых художников действительно уже очень много. Также нас, конечно, в рамках конференции будет интересовать, что происходит на рынке и что такое NFT, загадочная аббревиатура, и мы тоже об этом узнаем и так далее. То есть, по сути, нас интересует вот эта прагматика нового явления в области искусства на арт-рынке. И, конечно, мы приглашаем профессионалов. Вот в медиапрограмме у нас всегда эксперты, которые специально выбраны, которые согласны говорить публично, но в рамках все-таки конференции, то есть такой дискурс академический тоже здесь присутствует. Мы уже опробировали медиапрограмму научного события в 2021 году. И да, конечно, нас именно этот год научил вот такой гибридной жизни. У нас будет 4 эфира сегодня, через неделю, в следующую среду, 8-го. И там у нас Иван Снегирев, который известен многим как коллега по группировке «Зергуд», коллега Владимира Селезнева, очень известного сейчас российского художника. Но сегодня Иван Снегирев работает в компании по производству компьютерных игр. В следующий раз мы с ним об этом поговорим. 15-го у нас Елена Вертикова, которая учится в докторантуре в Гданьской академии искусств. И мы будем говорить о световом искусстве и как можно окончить докторантуру, будучи световым художником. А вот эфир 22 декабря пока еще конструируется, но 23-го мы увидимся оффлайн. У нас будет конференция прямо в ЕСИ. Так что все, кто сейчас слышит нас, присоединяйтесь, пожалуйста, и к нашим эфирам и приходите к нам на конференцию. Ну и, конечно, следите за афишей, мы там все будем писать. Готовьте вопросы, задавайте их. Но помимо того, что вы сейчас в прямом эфире можете быть с нами, потом можно, конечно, смотреть в другое время и в ТВ, Инстаграм, и также мы выкладываем наш канал на YouTube. Итак, это конференция, международная конференция по цифровому искусству, и это медиапрограмма, но эта медиапрограмма имеет специфику. Мы включили кнопку партисипаторности и привлекли студентов к организации конференции, поэтому у нас трое. Влад Журин, студент четвертого курса, активно интересуется и анализирует рынок компьютерных игр, и он прямо сейчас с нами. Студенты активно участвовали в проектировании конференции, выражали свои желания, и я хочу поблагодарить всех, кто предложил вопросы для сегодняшнего спикера. Мы сейчас часть этих вопросов обсудим, часть этих вопросов мы перенесем на следующий эфир, а также хочу выразить благодарность Наталье Юрьевне Сераштановой, которая болеет душой вообще за все цифровое искусство в мире, но прямо отвечает за студентов цифрового искусства в ЕСИ, и ее я хочу поблагодарить и за успешную работу, но еще, конечно, за сегодняшнего спикера. И вот как раз к сегодняшнему спикеру я и подхожу, и это Евгений Незнанов, нарративный дизайнер ряда проектов, автор курса по стори-тейлингу и теории игр, и сооснователь клуба настольно-ролевых игр, ну, QB, видимо, он так называется. Евгений, мы вас приветствуем. Совершенно. Спасибо, это хорошо. Такая у нас афиша взрывная была, вам понравилось? Да, конечно, замечательно сделано, видно, что прикладывали руки дизайнеры, которые знают, что как делать и извлекать. Супер, очень приятно это услышать, да. Давайте начнем с того, что вы расскажете о себе, Евгений. Кто такой нарративный дизайнер? Где такой ему учат? Ну, смотрите, нарративный дизайнер – это человек, который умеет рассказывать историю предложенными инструментами, и про это мы сегодня будем очень говорить. Непосредственно моя специализация – это стори-тейлинг, это написание истории, это написание текстов, это написание какой-то лорной составляющей компьютерных игр, драматургия, психология конфликта и т.д. и т.п. Где я этому учился? По сути, нигде. Для меня увлечение играми – это такое достаточно далекое хобби. Оно началось в 1996 году. Соответственно, более профессионально, то есть, скажем так, монетизировать свои таланты и навыки я начал 6 лет назад. И непосредственно в геймдеве, именно Digital, то есть, в компьютерных играх, я 4 года. Чем занимается нарративный дизайнер? Нарративный дизайнер, как я сказал, он делает так, чтобы игрок увидел ту историю, которая хочет рассказать игра, пользуясь теми инструментами, которые игра дает. Это геймплей, это свет, звук, визуальный ряд, стилистика, тени, контур-тени, режиссура, постановок, кат-сцен и прочий текст. В этом списке почти на самом последнем месте. Хороший нарративный дизайнер, умеет режиссировать, скажем так, комплексно всеми визуальными составляющими компьютерной игры. И он должен воздействовать условно одинаково на среднего потребителя игры. Соответственно, он должен знать психологию потребления, психологию поведения игрока и знать условно, как работает конфликт в голове читателя, зрителя и потребителя контента. Прикольно. Я так понимаю, что это драматургия в основе лежит. То есть, по сути, это пьеса, которая может быть самим собой разыграна. И да, и нет. Пьеса линейна. Ее очень легко режиссировать. Ну, как легко? Понятно, как она режиссируется. Компьютерные игры не всегда линейны, они несколько концовок. И внутри непосредственно сюжета ты можешь достигать тех или иных успехов различными инструментами, различными способами. И вот тут нужно тонко срежиссировать именно тот самый опыт, который игрок получает в игре. И хорошая игра начинается именно с этого вопроса, какой опыт игрок получит, поиграв в нашу игру. А какой опыт можно получить? Знаете, Евгений, сегодня эфир удивительный. Вот Влад это оценит, все это знают. Я, готовясь к эфиру, прочитала, что в мире почти в равной степени мужчины и женщины играют в компьютерные игры, а в России больше гораздо мужчин, чем женщин играют. Но вот я отношусь к этой маленькой категории женщин, которые вообще не играют в компьютерные игры, просто совсем. И это очень удобный собеседник, по-моему, потому что вот я вас сейчас спрашиваю, а что должно быть? И вы даже не знаете, как мне ответить, но это дает вам прекрасный шанс, ну, как ребенку мне это объяснить. Вы уж извините меня, но я даже постараюсь больше не задавать таких наивных вопросов. Но на этот ответе, ладно? Нет, нет, наоборот, задавайте вопросы. Я просто не думал, что у нас беседа пойдет именно в таком ключе. В целом, в вашем вопросе нет ничего такого, на что я не могу ответить сейчас. Различные игры предоставляют различный игровой опыт. С чего начать, чтобы... Давайте я вам помогу, помогу. Я, когда мы обсуждали тему эфира, предложила коллегам вспомнить, что сейчас в России реализуется несколько национальных проектов. Это такие проекты, которые имеют определенные показатели эффективности. Это прямо цели национальные, российские, которые перед нами сформулированы. Почему я говорю перед нами? Потому что несколько отраслей в этом задействовано. Вот, кстати, есть очень большой национальный проект, посвященный цифровизации. Мы с вами тут все в цифровизации по уши. А еще есть национальный проект «Культура». Он тоже огромен по целям, амбициям. И там, в том числе, как вообще всегда в культуре, обозначены цели по развитию талантов. Вот, когда чему-то обучается игрок и какие-то цели достигает, какие таланты это развивает? Может быть, мы вот через это сможем ответить? Ну, да, я продолжу свой ответ и потом выйду на условное ответвление, которое вы предложили. Значит, любая игра имеет так называемый геймфокус. Это некий вектор основной деятельности, которую игрок совершает в игре. Она делится на четыре вида. Это геймиский, так называемый геймфокус. Это нарративный фокус. Это иммерсивный фокус. И симуляционный фокус. Соответственно, гейм – это фокус про моторику, про непосредственно гейм-составляющие, симуляционный подход – это игры, которые создают симуляцию неких процессов. Чаще всего это экономика или политика. Значит, нарративный подход – это подход к истории, когда мы через историю хотим поговорить с игроком о каких-то вопросах, которые интересуют лично меня как гейм-дизайнера. Какие-то вопросы извечно большие, извечно неотвечаемые. И иммерсивный подход – это погружение. То есть вообще это самый такой, скажем так, прогрессивный подход, когда мы погружаем человека в процесс. И этот подход подразумевает в себе еще некую мета-составляющую. То есть игроки начинают играть, немножко вытаскивая игру в свою жизнь. Такое тоже бывает. И чему они учат? Чему они учат и какие таланты они могут развивать? Гейм-истский подход развивает в человеке быстрое принятие решения. Он учит работать и учит оценивать быстро ситуацию и действовать в ней, исходя из тех ресурсов, которые у него в данный момент есть. Это, так скажем, такая мелкая тактика. Симуляция. Симуляция – это управление в кризисе, кризисное управление, управление с ограниченным ресурсом, макро- и микроизменения из ситуации, которая сейчас слагается на карте игры, в сюжете. Нарратив рассказывает нам просто хорошие вещи истории, развивает наш эмоциональный интеллект. Это, кстати, очень тоже модное направление по эмоциональному интеллекту в целом в гейм-дизайне. И иммерсия – это штука, она очень узкая. В России еще мало умеет работать, потому что она требует очень тщательного и добротного, такого, знаете, мощного подхода именно по гейм-дизайну, по наполнению, по контенту и по глубине проработки. К сожалению, в России таких разработчиков немного, и поэтому есть и от объяснения. Ну, видимо, мы про это поговорим чуть позже. Вот. Я в шоке. Если честно, да, я просто в шоке. Сколько талантов можно развить с помощью компьютерных игр. И главное, что это уже проанализировано, существует определенная схема, то есть это прямо такое четкое видение. Ну, я ничего не понимаю в компьютерных играх, но я все понимаю в том, что это индустрия. То есть я давно это знала, но, готовясь к эфиру, я прям все про это прочитала и так далее. И в том числе эта индустрия, она включает, конечно, подготовку новых кадров для того, чтобы производить дальше. То есть любая индустрия основана на том, что она развивается, у нее есть амбиции и так далее. Я знаю, что у Влада есть вопрос, связанный с... Влад, с... С управством на работу, про это? Ну, например? Ну да, если... Что вы посоветуете начинающим геймдизайнерам, кто только начинает этим интересоваться, где можно найти работу, или где можно попрактиковаться, постажироваться, что-нибудь такое? Да. Геймдизайн, вообще в целом гейминдустрия, она отличается от других в корне. Во-первых, как я уже говорил на наших парах по геймдизайну, геймдизайну невозможно научить, ему можно только научиться. В России очень много, ну, как относительно много курсов по геймдизайну, это и скиллбокс, и XYZ, и высшая школа экономики, у них прекрасный курс по геймдизайну есть, я рекомендую там, и потом могу отрекомендовать непосредственно, какие направления можно взять. Но дело не в этом. Вся фишка этих курсов в том, что вас не тащат за руку, вас не притаскивают к какому-то результату, вам просто выдует материал, в котором есть рекомендации, что делать дальше. И без личного хотения, горения, желания и стремления, вы, скорее всего, выгорите на третьем пути. Средний курс длится примерно 4-5 месяцев. Это с домашними заданиями, прочими штуками. Процент, скажем так, тех, кто доходит до последнего задания, до последних уроков, примерно, это не точные цифры, примерно 15-20% от всех, кто зашел. При этом они покупаются очень бодро, их много берут, и все говорят, что профессия геймдизайна, вообще геймдизайн это уже профессия не будущего, это профессия настоящего, и она везде нужна, но не так легко туда влететь. Что нужно для того, чтобы устроиться на работу? Это портфолио. В геймдизайне вы можете совершенно плохо пройти собеседование, вы можете совершенно плохо показать себя, быть любым плохим социальным человеком и давать совершенно разные социальные негативные, позитивные ответы, но если у вас нету портфолио, если у вас нету опыта, вы не зайдете. В геймдизайне, вообще как бы в целом в IT-индустрии все работники делятся условно на джунов, мидл и сеньоры, то есть джуниор, мидл, сеньоры, и чтобы залететь на джуновскую вакансию, у вас должно быть за плечами хотя бы три проекта, и будет круто, если хотя бы один выстрелил коммерчески, даже неуспешно, то есть он вышел на, скажем так, вышел на золото, геймеры меня поймут, что такое, вышел на золото и получил какую-то аккредитацию на одном из ресурсов, где они могут продаваться. Это Steam, это мобильные платформы, и Яблочная, и Android. Если у вас есть хотя бы три проекта, с вами будут говорить, с вами будут считаться. Если у вас нету проектов, вам нужно залететь в контору, которая называется Ангелами, которые берут люди без опыта. Так, несколько зависли мы. Раз-два, раз-два, раз-два. Вот все нормально, сейчас слышим, ага, которая называется? Которая называется Ангелы. Они берут обычно ребят без опыта и ставят их на ноги, но этот процесс такой очень долгий, займет у вас примерно 2-3 года, но это максимально тепличные условия. То есть, если вам повезло в такую компанию, если повезло занять место какого-то джуна, он вас введут в эту индустрию, считайте, что вы взяли лотерейный билет. Евгений, у меня вопрос. Да. А вы хотите резюмировать, сделайте это, я потом задам вопрос. Хорошо. Резюмируя, если вы хотите войти в гейминдустрию, вам нужен опыт. Вы можете обучаться на курсах, не обучаться на курсах, вообще неважно, на это никто не смотрит. Вы можете написать это в своем резюме и скажут, ну, да, молодец, прошел X, O, Z, супер клево, давай посмотрим, что ты сделал. Как получить опыт? Есть два метода, и оба не рабочие. Первый метод – это участвовать в гейминджемах, есть несколько ресурсов в Дискорде, в Телеграме. Ежемесячно ходят гейминджемы, где собираются команды по 5-7 человек, с удовольствием берут новичков, с удовольствием профессионалы берут новичков, тащат их за собой, тыкают носом, что нужно сделать. Гейминджем проходит с пятницы, то есть получается, с вечера пятницы до ночи воскресенья, без перерыва, то есть люди прям запасаются энергетиками, едой, садятся у компьютеров, и тут важно не сплоховать, плохое слово, наверное, не ударить глядь с лицом, и тащиться за сильным, и слушать, как он это делает, пиваться в себя, и делать все задания. Ну, собственно говоря... Ой, это такая вдохновляющая история, это просто вообще интересно, и очень необычно, я бы сказала необычно. Евгений, у меня знаете какой вопрос? Вот эти 85%, которые оплачивают курсы по геймдизайну, но не завершают их, это какие-то особенные люди. 15%, которые завершают. Каким нужно быть человеком, чтобы первоначально образование получить, потом к чему-то присоединиться к проекту, вот к этим ангелам, ходить на вот эти ночные бдения и так далее. Вот у этих 15, у них что есть? Самодисциплина и умение учиться. Я заканчивал свое учебное заведение, я по образованию инженер, автоматизация процессов и производства. Нас на выпуске спросили, а что вам, чему вы научились? И совершенно мудрый ответ был, конечно же, правильный от учителей и неправильный от нас. Мы научились учиться. И человек, который научился учиться, он пройдет этот курс, он пройдет его до конца, потому что он знает, зачем ему нужно это. Если вы не знаете, зачем вам это нужно, если вы просто полетели на модное веяние, ну не тратьте времени, геймдеб очень жесток к людям творчества. Для нарративного дизайна самая больная штука, 70% того, что ты написал или сделал, уйдет в корзину. По разным причинам. И мы, то есть те, кто приходит в геймдизайн, должны уметь топтаться на своих же работах, черкать свои работы и выкидывать свои работы, потому что это суть прихода к лучшему результату. Собственно говоря, что еще должно быть? Мышление. Это вырабатывается, если вы общаетесь с людьми системным мышлением. Начни общаться с богатым, будешь богатым. И процедурность. Следуй процедурам, установленные в компании, и все будет хорошо. делай таски, работай с документами, иди ровно по процедурам, тебя будут уважать, тебя будут ценить как специалиста. То есть умение учиться, высокая мотивация, ну даже, наверное, какое-то упорство, здесь мы все-таки назовем, потому что я так сделала вывод, что очень такая интенсивная учеба и много сил нужно. И мне очень нравится вот эта идея про правила, то есть соблюдение правила. Это вообще очень крутая вещь, но она так выглядит как противоречащая креативности, потому что мы иногда думаем, о, такой художник, это тот, который, ну вот вообще такой вот свободный художник по-настоящему. Евгений, можете ли вы сказать, вот эта доля свободного творчества, она какова? Да, и насколько правила, они, ну вот как вы сейчас сказали, да, то есть нужно уметь принимать удар, критику и так далее. Вот эта свобода творчества у вас как у наратора, у вас как у специалиста вот в этой части создания мира компьютерных игр, насколько вы свободны, художественно свободны, или скорее это правила, законы индустрии и так далее, рынок диктует, что-то такое? Вопрос сложный, потому что хочется ответить, что вы ни с чем не скованы, но вы тут же натыкаетесь на рамки, которых вас ограничивают продукт. Сейчас, любой не руководитель, который занимается геймдемо, у него есть своя зона свободы и своя зона ответственности. Интернет пропал. Сейчас мы ему подскажем, что если тебя поставили, своя свобода, своя зона ответственности. Ага. Евгений, у вас пропал интернет, вы говорили так, своя свобода, своя зона ответственности, тебя поставили. Продолжайте. Но что-то интернет немножечко подвисает. Сейчас мы вас слышим, вроде бы. Не, не слышим. Да, связано с техническими проблемами. Технические проблемы. Да. Не получается у нас... Мы вас плохо слышим, Евгений. Давайте как-то еще повторим, что сделать, как помочь нам. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, сейчас нормально. Вот сейчас слышим. Так, подожди. Так, слышно? Слышно, но у меня ощущение, что вы отстаете, да, Влад? Да, да, я. Какое у вас ощущение? Да, отстает звук от изображения. Раз, два, три. Раз, два, три. Сейчас слышно, да. Надо переподключиться. Когда вас ставят на место и говорят, там, не знаю, тестовое, какой-то... Так, переподключаемся, да? Переподключаемся. Переподключается. Да. Ага. Влад, а я пока... С нами нет Евгения. Я хотела вот обсудить такой с вами вопрос, да. Скажите, вот для вас, как для человека, явно активно играющего, вы же активно играете? Да. Какова доля искусства в играх? То есть вот когда ты садишься играть, то ты прям думаешь вот так вот, что вот это прям такое искусство начинается? Или что это? Это развлечение, это увлечение. Кстати, Евгения, пустите, вон он к нам просится. Он пишет, я тут. Прогласите его обратно. Вы ему шлаете приглашение, он его принимает, он сейчас примет. О, Евгений, мы вас еще не видим, но уже надежда есть. Вечер. О, мы вас видим. Такая погода в Екатеринбурге, что интернет падает естественным образом. Все думают об этом, он раз и падает. Продолжаем разговор про свободу, ответственность. Мы обсуждали ведь, насколько свобода художника возможна при создании компьютерных игр. Когда вы устраиваетесь в компанию, вас ставят на какой-то проект, на какую-то зону ответственности, условно хорошие компании вам доверяют эту зону ответственности. То есть, в рамках ваших задач вы можете быть практически свободным. Но, во-первых, это доверие нужно заслужить, проверяется каким-то временем. Во-вторых, как только вы окарались, и об этом, скорее всего, узнают мужаки, это доверие попадет. Но пока вы на коне, пока вы делаете хорошо для игры, в своих рамках вы можете творить почти все, что угодно. Поняла. Это очень интересно, потому что сам... Да, продолжайте, пожалуйста. Извините, я вас перебила. Продолжайте. Нет, хорошо. Говорите, говорите. Вы прекрасны. Да, как раз мы сейчас, пока вы переподключались, мы с Падом начали вот эту тему обсуждать. Вот смотрите, мы обсуждаем цифровое искусство и говорим о компьютерных играх. Тем самым мы, естественно, относим компьютерные игры к цифровому искусству. Но есть такие страны, например, Соединенные Штаты Америки, где компьютерные игры определенно рассматриваются как искусство. В России, ну, начнем с Европы. В Европе во многих странах компьютерные игры, их производство, геймдизайн и продажи относят к креативным индустриям. У нас это понятие в России, оно пока только еще обретает черты такие вот ясные, обретает границы. У нас пока в качестве метафоры говорят, ой, ну, какие-то креативные индустрии, ну, что-то какие-то креативные индустрии. Например, если женщины делают тебе искусственные ногти, и это студия, где там делают ногти, да, маникюр, педикюр, она называется нейл-дизайн. Так это креативная индустрия или нет? Ногти – это креативность или нет? То есть тут это понятие, оно пока еще в процессе обсуждения и такого вот принятия, да, конвенционального. Но вроде бы с компьютерными играми все нормально, их многие считают цифровым искусством. Но, коллеги, и Евгений, и Влад, скажите мне, все-таки это скорее развлечение, это вот такое искусство через развлечение, которое заходит, или это вот обучение? Мне очень понравилось, как вы сказали, Евгений, что прямо вот есть компьютерные игры, которые на искусственный интеллект, на это, не на искусственный, это искусственный, на эмоциональный интеллект работают и так далее. То есть, что это все-таки, искусство или развлечение? Вот пока дихотомию вот эту вот рассмотрим, она, по-моему, важна. Или это увлечение? Ну, хобби, увлечение, развлечение, искусство, что это? Ну, у меня есть мнение, я его придерживаюсь, оно сугубо мое. Значит, у любой игры есть прекрасная функция такая, это развлечение. Любая игра развлекает. Разберем, на первом нашем занятии я разбирал такой пример происхождения игры прятки. Чему учит игра прятки? Ну, она учит детей прятаться. Все верно. Игру прятки придумали тогда, когда люди в селах могли страдать от набегов кого-то, ну, например, каких-то разбойников, татаров и прочее. и говорили, прятаемся. И дети что делают? А они прятались, потому что они научились за время очень быстро на местности спрятаться, так что тебя было тяжело найти. Под игрой мы подразумеваем и развлечения, но если снять эту крышку, вот эту коробочку эту цветную покопаться внутри, то внутри очень различные когнитивные функции и работа с интеллектом, работа с эмоциями и прочим. Просто игра может развлекать. Хорошая игра развлекает и учит. Люди, которые подходят к игре с умом, видят не только развлечение, но и обучение, потому что они поняли, игра приведет. Просто геймеры поглощают контент, возможно, не осознавая того, как они учатся. И говорят, что геймер, ты сидишь у компьютера, ничего не делаешь. Это нехорошо хорошо и плохо. да, он играет, ничего не делает, он получает навык, но, к сожалению, этот навык нигде потом не использует. Поэтому это такая отсылка к нашему основному вопросу геймонизация игр, да, подходим к нему потихонечку. Но вообще для меня игра это сугубо бытовая штука, которая под оболочкой развлечения, красоты, искусства, потому что есть невероятно красивые игры. Обучает для меня вот такой плав. Ну и тут как раз очень интересно вот наше название конференции прагматика прекрасного, оно очень интересно здесь играет, да, то есть это действительно прекрасно, но это прагматично, потому что прагматично не обязательно про деньги, прагматично это имеет пользу и она осознана, все имеет пользу, она осознана, она как бы планируется эта польза, мы на входе рассчитываем на эту пользу, скажем так, от компьютерных игр, да, это очень интересно и такая отличная точка зрения, вот я вижу, что сейчас у нас Евгения опять чуть-чуть зависит, Влад, пока отвисает Евгений, ваши родители ругаются за то, что вы играете в компьютерные игры или не ругаются? Давайте я сначала отвечу по поводу искусства или игры, давайте, я считаю, что вот игры, это как раз и есть сочетание различного искусства, в играх есть и музыка, и часто ее записывают симфонические оркестры, в играх есть визуал, есть сюжет, это литература, то есть, я думаю, так просто люди еще не готовы, как когда-то появился кинематограф, его тоже многие не считали за искусством, считали какое-то полоскво, ходить, картинки, нужно ходить в театр, вот там искусство настоящее, вот, и времена меняются, я думаю, что игры это действительно искусство, просто зави... Так, я сейчас Евгения еще раз приглашу. Это действительно искусство, искусство, просто есть как плохое искусство, так и есть плохие игры, я думаю, и хорошие, есть разные... Это вообще такой сейчас вопрос вы подняли, то есть, это знаете, как вот про свежесть рыбы, да, то есть, она бывает вообще не первой свежести, нет, она бывает единственной свежей, то есть рыба свежая и не свежая, и по большому счету бывает искусство и не искусство, а теперь я поняла, что и в играх тоже, то есть, бывают игры и как бы уже все там, уже не игры, но это очень классно, и мне очень нравится, Влад, ваша позиция, Евгений, пока вас не было, что мы решили, мы решили, что безусловно компьютерные игры это искусство, потому что там есть и музыка, там может быть прекрасный визуал, и там может быть, что тоже важно, интересный сюжет, и там сочетание всего этого, это действительно такое научение, да, это погружение, причем получается, что это синтетический вид искусства, когда у нас там есть несколько активностей, это очень интересная и такая очень сильная идея, но при этом, обратите внимание, коллеги, мы сейчас с вами обсуждаем это в рамках медиапрограммы, конференции, среди наших слушателей много студентов, преподавателей, и мы все равно немножко оправдываемся, такие, ну вы знаете, компьютерный игр вообще-то это искусство, вообще-то это искусство, то есть не надо думать, что это там ерунда какая-нибудь, и конечно, Евгений, когда вы произнесли вот эту прекрасную фразу, что демонизируют, да, компьютерные игры, это очень правильно, потому что, да, демонизация со стороны, с чьей стороны происходит, демонизируют взрослые, но не все, а те, кто не играет, вот коллеги, если посмотреть на статистику, она меня поражает, я уже давно знала, что из почти 8 миллиардов человек, которые живут на планете Земля, 8 миллиардов, 2,5 миллиарда играют в компьютерные игры, это много, то есть по сути это каждый четвертый, да, четвертым, ну, я думаю, что по странам это естественно сильно отличается, но это огромное число людей, а теперь вот тоже, что меня поразило, средний возраст человека, который играет в компьютерные игры, знаете какой? Евгений, как вы думаете, какой? 25-27. 35! Вот убейте меня на этом месте, 35, я в шоке, это как раз, 35 лет, это как раз тот человек, у которого есть дети, школьники, и он их же банит за то, что они играют, но здесь скорее всего, эта статистика лукавая, то есть вот вы правильно сказали, что 25 или до 25, да, может быть, что очень, ну, как бы два сгустка есть, то есть эта температура по больнице, 35 лет, это на самом деле очень молодые, а потом уже там какие-то довольно старшие люди играют, да, 35 это, ну, получается, статистически верное, но не самое распространенное, ну, то есть надо смотреть дальше, меня потому что эта цифра поразила, ну, наконец, еще вам хочу привести показатель, что в России игроков 65 миллионов человек, друзья, это просто армия, понимаете, 65, в России проживает 146 миллионов, если вычесть тех людей, которые, ну, пользуются интернетом, ну, потому что в основном игры в интернете, пользуются интернетом, там, 80-90 миллионов, ну, и там младенцы у нас есть, да, разнообразные, они пока не играют в компьютерные игры, хотя дело идет к этому, что мы глазами там будем управлять и прочее, то есть люди, которые играют в компьютерные игры, это подавляющее большинство в современном, ну, каком-то информационном обществе, в этом смысле Россия, она, конечно, относится к информационному обществу, и все равно у нас возникает вот эта проблема, и, конечно, Влад, вы правы, что когда-то кино воспринималось как инновация, а сегодня компьютерные игры воспринимаются, да, таким образом, и трудно их принять еще и потому, что это очень быстрая история, ну, посмотрите, это вообще-то на наших глазах, да, происходит, индустрия компьютерных игр, она постепенно захватывает другие сферы бизнеса, и, кстати, другие сферы искусства, меня ранило до глубины души история с, как это называется, сейчас скажу, с Майнкрафтом, ну, сначала это было с Лего, но с Лего я приняла, потому что я за Лего, к вопросу об играх, да, ну, я, я потому что за интеллект и за тактильность, вот в компьютерных играх то, чего мне не хватает, это тактильности, да, то есть, что вот страдает мелкая моторика, которая детям очень важна, когда из игры Лего возник фильм Лего, и мой ребенок попросил меня на него сходить, ну, в смысле, он сказал, что пошли, я такая думаю, ну, все, это уже просто конец света какой-то, но когда Лара Крофт, это героиня компьютерной игры, стала прекрасной героиней прекрасного кино, тут я поняла, что все произошло сращение, да, и компьютерные игры существенно влияют на другие виды искусства, правильно я понимаю, что этот процесс идет, то есть, из компьютерных игр возникает, например, кино, да, что еще может возникать, и вот как вы относитесь вот к этой динамике, что компьютерная игра, как массовое явление, как массовый вход в искусство влияет, например, на кино, а может быть дальше будет влиять и дальше еще на что-то, как вы к этому относитесь, Евгений, Влад? Я лично отношусь к этому как к неизбежному, поскольку, ну, вот сейчас производство фильмов, оно давно уже, ну, как бы давно, оно переходит на, на работу с компьютерными движами, это хромакей, это CGI, производство картинки, и сейчас фильм, хороший фильм, можно снять, используя игровой движок, что, по сути, показывают студии, в том числе и Netflix. Про мультфильмы я уже не говорю. По поводу сращивания гейм и кино, это чисто коммерческая тема, я считаю, мое личное мнение, что искусства здесь немного, по одной простой причине, игры порождают толпу фанатов, то есть, есть люди, которые фанатеют за персонажей, за мир и прочее, и это фан-сообщество, оно, оно огромное, и, естественно, хорошему бизнесмену хочется сурбить на этом денег, он делает то, что ударит самое сердечко человека, который фанатеет за какую-то игру, делает по нему мультфильм, сериал, промо-продукцию и прочее, и все это покупается. В этом, я считаю, что в этом искусства очень мало. хороших реализаций гейм-проектов в фильмах, ну, почти нет, их можно пересчитать, на десяток проектов, возможно, один хороший. Это мое личное. А пример можете привести? Да, Варкрафт, сколько, сколько шума напротив этого фильма, когда он появился, то есть, сообщество Варкрафта, игра, оно одно из самых больших онлайн постоянных в этой, и когда фильм вышел на кинотеатрах, толпы скупающих билетов людей, люди приходили в костюмах, люди приходили целыми кланами на кинопоказы, это было, ну, сам кинопоказ был уже какой-то фрикоу, но когда пока и статистика по просмотру фильмов и по метакритике фильмов упала ниже среднего, но сами же фанаты сказали, лучше бы уж позвали нас, чтобы мы написали хороший сценарий, уж мы-то бы написали точно. это говорит о высокой степени вовлеченности аудитории, да, то есть они настолько заинтересованы в этом результате и сами контролируют качество, очень интересный пример. Влад, а у вас есть такой пример? Фильма, который бы сделан по игре, или вы имеете о сочетании игр и другого искусства? Скажите, про что хотите. Ну, какой-то я не назову, но я знаю, что игры, то есть переходят в другие виды искусства, когда фанаты создают действительно различные арты, картинки, которые не имеют отношения к игре, какие-то пишут рассказы с этими персонажами, то есть они развиваются вне игры, то есть после выхода игры люди поиграли, но продолжают жить, создают различные скульптуры, на 3D-принтере печатают, делают фигурки и прочее. Ну, вот это об индустрии, да, что она становится тотальной, она захватывает разные сферы бизнеса в том числе, ну, и на этом можно и дальше зарабатывать, да, это, конечно, как раз палка о двух концах, то есть с одной стороны искусство прекрасно ем, с другой стороны это всегда, как в современном мире бывает, становится массовой культурой, она несет деньги, это все больше продвигается и в конечном итоге нередко, конечно, есть исключения, но нередко вот эта массовизация, она приводит к книжению качества продукта и фанаты начинают плакать, да, что на самом деле все должно быть не так и так далее. Редкий пример, когда вот это высокое качество, оно сохраняется. я в данном случае конечно сужу, как вы поняли, друзья, я не могу судить о компьютерных играх, но только теоретически, но я сужу там по другим видам искусств, например, книга и кино, да, как они друг друга дополняют и прочее. Но, Евгений, к вам вопрос, вот вы работаете нарративным дизайнером, вообще в Америке, например, есть такая прям профессия наррата. Сейчас там в каких-то барах можем говорить, ну, короче, это не про нас. А там вот бывают ситуации, когда люди готовы заплатить деньги не только за то, чтобы прийти к психотерапевту и рассказать о себе все, что мы думаем, но еще за то, чтобы послушать, что о себе публично говорит кто-то. Ну, у нас сейчас там каведи, да, вот эти вот стендапы развиты, но это все-таки там есть элемент конструирования, искусственности. А вот в Америке есть такая профессия, но она не то, чтобы самая распространенная, но все-таки есть. Когда какой-то человек интересный многим, он просто выходит на сцену и человек рассказывает о своей жизни. И вот тут я вижу огромную ответственность. То есть первое, что нужно сказать себе, это я имею право выйти и рассказать об этой жизни. Вот я сейчас просто возьму, расскажу о своей жизни, я подам пример. Плохой, хороший, какой-то еще. Что-то дает мне право говорить об этом. А второе, это, конечно, как мне кажется, это то, что интересно, это интересно, эта история востребована, да, то есть на этого человека как бы пришли. Мне видится за этим вот глубокая мера ответственности. Так ли это в компьютерных играх, Евгений? Вы, наратор, вы придумываете драматургию игры. На вас огромная ответственность, она вообще давит на вас. Или нормально все, их же миллион, этих компьютерных игр. Вот миллиарды людей играют, а игр-то, наверное, действительно миллион. И ничего страшного, если я придумаю что-то не то. Вас не слышно? Не слышно? Не слышно? Не слышно? Еще не слышно? Нет? Нажмите на что-нибудь еще, чтобы мы вас услышали. Пока не слышно. Влад, вы же тоже не слышите? Нет, вообще не слышно. Может быть. Да, ну, Евгений, это такое прекрасное время, чтобы вы... Отвечу, что, значит, вот сейчас слышно. на раздражение. Да, слушаем вас внимательно. Спасибо. Три. Так, теперь опять. Слышно? Да. Знаете, мы вас то слышим, то не слышим. Я ответил вопрос с трех точек зрения. коммерция. Опять не слышно, может, вы перезайдете еще? Условно, художника. Давайте ничего... Такое. Такое. Сейчас я еще раз вышлю приглашение. Да. А мы пока, тогда Влад, с вами будем обсуждать. Мы сегодня играем на троих, и это оказывается очень устойчивая позиция. Я хотела вот еще Влад у вас получить, сейчас Евгений присоединится, пока мы вот ждем его ответа об этой ответственности. Для меня, например, это вообще очень интересный вопрос, потому что слово «не воробей» вылетит «не поймаешь», да? И как раз ответственность может и должна заключаться в том, что я себя приношу в аудиторию, вот, например, сейчас я себя вынесла в прямой эфир, для этого должно быть основание, да? И когда я это делаю, я такая думаю, да, у меня есть право на это. И вот эта ответственность за рассказ, за тему, за поворот сюжета и так далее. Мы рады, что вы вернулись. Ура! Вот теперь мы слушаем ваш ответ. Опять не слышно. Ответ то, что лежит на мне на трех столбах. Раз, два, три. Тут слышно, а тут не слышно из этой серии. Ну, давайте попробуем, давайте попробуем. Евгений переподключается. Да, сейчас переподключается. Я хотела бы еще подчеркнуть, что наше отношение к компьютерным играм как к искусству и вот эта вот ответственность за сюжет, который научает чему-то и кого-то и где-то, это, знаете, очень большая проблема для культурологии, для социологии тоже. Почему это большая проблема? Потому что после Бонни и Клайда стали говорить, ага, вот показали серийных убийц, вот их так вообще много и стало. То есть, вот эта ответственность художника за то, что он нам показал, да, это является вот симметричным ответом зрителя. То есть, я сыграла в компьютерную игру, там, например, было, не знаю, много крови, еще чего-нибудь, и я такой раз, и все, ну, везде кровь. То есть, я читала в одной публикации про то, что эффектом некоторых компьютерных игр, вот я не знаю, это экшен или еще каких-то, битв, да, там, не знаю каких, я теоретик, является то, что человек перестает реальность отличать от игры. И это в том числе связано как раз с тем, что компьютерная игра становится прекрасной с точки зрения искусства. Она, Влад, подтвердите или опровергните, она настолько напоминает мир, да, живой, что ты не можешь понять, что, ты где, в каком ты мире находишься. Об этом я читала у Пелевина в одной из книжек вот этим летом, Айфак, 10, кажется, в этой книжке тоже там много про мир, про кибермир такой, но где-то еще в одном рассказе прекрасно, я тоже читала об этом, когда мы не можем отличить мир компьютерной игры из-за того, что он так же прекрасен, как наша жизнь и нашу жизнь белковую, да, так сказать. Евгений, еще одна попытка, мы не теряем надежды, слушаем вас. Не, не слышим. Меня слышно? Нет. Да, что-то пошло не так. Вот видите, компьютерные игры, устойчивость, качество, устойчивость этой позиции, она, конечно, всегда связана с электроэнергией и с как это, с темными силами электричества, скажем так, да, то есть вот сейчас нам что-то не дает услышать. Евгения очень жаль, потому что, на самом деле, я слышу по тем отрывкам, которые есть, что у него очень интересная позиция, мы говорили про ответственность того, кто создает произведение искусства, да, и если компьютерная игра это искусство, и оно, это искусство, оно может быть нами оценено с позиции ответственности, с позиции вот этого научения, я очень была рада, когда Евгений сказал, что учит, чему учат компьютерные игры, но вот эта вот этическая, я бы сказала, ответственность создателей компьютерных игр, вот это, конечно, самая интересная тема, на которой мы зависли буквально. Евгений, давайте еще раз попытаемся, что, что делать, ладно. Раз, два, три. Ответственность перед нарративным дизайнером по контенту в трех плоскостях. Первое, это, конечно, коммерция, когда ты работаешь над проектом, ты четко должна знать, что то, что ты должен принести какие-то, условно, деньги. Монетизация неплохо, за тебя деньгами не проголосовать. Сделал хорошо, за тебя деньгами проголосовали. Ну, это все очень просто. Есть деньги, делайте хорошо. Нет денег, это плохо. Второе, это личное, скажем так, через свое мое, через там, чувство собственного величия. Хочу делать лучшее, хочу делать хорошее для людей, которые любят этот контент. Для меня такой хороший отличный рижский бальзам на сердце, когда я вижу, как игрок, стрим по тем квестам, которые я написал, и он получает удовольствие от той драматурги, которая раскрывается перед ним. Я понимаю, что только что человек прочитал произведение, которое я написал, и кайфанул. А если это происходит не только в одном человеке, но и в нескольких сотнях людей по миру, мою игру, которую я делаю, играют в Америке, в Европе, в России, у меня получается воздействовать своим воплощением какой-то идеи на людей с различным менталитетом. Я считаю, что это круто. Это мое личное ЧСВ. И третья часть, конечно же, это угодить игрокам. То есть сейчас это, знаете, как приходить на несколько дней рождений подряд, и следующий подарок должен быть еще и лучше, и лучше. Потом, если ты придешь с подарком похуже, к тебе уже отношение будет такое. Приди в другой раз, постарайся перекрыть этот подарок, который был похуже. Когда ты контент делаешь плохой, люди начинают как это объяснить-то? Я воспринимаю критику, но я не очень люблю критику. Вот это такой дуализм. И когда мне про мой контент говорят, что он плохой, меня это начинает расстраивать, фрустрировать, и я начинаю замыкаться, начинаются выгорания и прочее. То есть качественный контент это мерило собственной психологической, умственной и эмоциональной безопасности в данном ключе. Евгений, вы это впервые произносите, я надеюсь, потому что это просто какая-то вершина осмысления, понимаете, своей жизни работы. Для меня это просто откровение совершенно, которое от вас прозвучало. Я, кстати, хочу сказать, что это укрепляет меня в этой позиции, что да, ответственность есть, да, она рефлексируется, и да, это такая же ответственность, как у художника, ну, с большой буквы, да, то есть прямо, как бы мы сказали, в настоящем искусстве, в том, которое конвенционально, то есть ты нарисовал картину маслом, она висит в музее, и ты отвечаешь перед зрителями, но если ты написал историю для компьютерной игры, то ты такой же художник, и ты также отвечаешь. Это просто потрясающий ответ, Евгения, большое вам спасибо, и тут я хочу в конце, потому что мы, наверное, должны закончить, на этой классной сильной ноте я предлагаю закончить, и знаете, меня и пугает, и вдохновляет одновременно вот какой факт, который вот я тоже прочитала не так давно, компьютерные технологии, используемые для компьютерных игр, дойдут до того, что невозможно будет отличить игру актеров от игры вот этих компьютерных персонажей, но сейчас тоже есть такая тема, что вот я смотрю например там на Нетфликсе мультсериал, и я просто, я не могу понять на первых кадрах это актеры или это компьютерные персонажи, но когда-то дело дойдет до того, что мы включаемся в этот компьютерный мир, и мы проживаем историю, которую нам написали, управляем этой историей так же, как управляем своей жизнью, и нам трудно будет различить вот этот виртуальный мир, где мы что-то делаем, и наш настоящий мир, но что меня в этом вдохновляет, в нашей жизни, у нас в нашей белковой жизни нет возможности повернуть назад, а в компьютерной игре такая возможность есть, и это тоже своего рода научение, получить еще один шанс, для того, чтобы пройти не так эту игру, может быть, это научит нас в результате относиться к своей жизни так, что не все потеряно, можно что-то переделать, можно усомниться и остановиться и по-другому повести себя и так далее. И вот сегодня мы говорили про нарративы в компьютерных играх, про то, как эта драматургия, эта история и создается, и потребляется, и сколько тут вот этой ответственности, где баланс между бизнесом, искусством, чистым развлечением, таким, как просто драйв, да, такой, и я очень многое узнала, Евгения, огромное вам спасибо, это было крайне, крайне интересно. Влад, а что вы думаете об этом? На самом деле очень много мыслей, но я думаю, что игры, ну, в целом, да, подводя итог, я думаю, что игры это большая индустрия, и я читал, что на самом деле игры обогнали кино, и музыкальную индустрию прибыли, то есть тем, кто нас смотрит, и студентам, вообще советую заинтересоваться, хотя бы посмотреть, может быть, вам понравится данная история, вы захотите создавать что-то свое, потому что в ней есть рабочие места, есть большое количество направлений, там можно делать и музыку, и быть художником, и программировать, то есть много где пригодится. И это индустрия растущая, то есть мы сегодня наблюдаем просто взрывной рост, и пандемия, кстати, тоже на это положительно повлияла, скажем так. Друзья, это было просто прекрасно, а нет ли у нас вопросов в эфире, Влад, вот я их не видела, вы видели или нет? Последил. Единственное, что вот вопрос от студентов, которые скидывали по поводу обучения, может быть, что бы вы посоветовали из книг, может быть, из фильмов, из каких-то программ, курсов, на ютюбе может быть что-нибудь есть, что посмотреть, поучиться? Но курсы, про курсы сказал Евгений, как раз перечислил несколько компаний, которые учат, в том числе высшая школа экономики, но это так называемое формальное образование, где вот 15% завершают, на входе нужно платить, давать обязательства и так далее, а вот есть ли такой лайт-вариант Евгений, то есть действительно какую-то книжку прочитать и вдохновляющую, и обучающую, или это может быть какой-то блогер на ютубе, который про это говорит и нам будет полезно? Самое простое, с чего нужно начать, если вы хотите по лайту залететь в геймдев, это понять, какое место занимаете в нем вы, что вы умеете, в чем ваша сильная сторона. Если вы отличный математик, вам нужно идти аналитику. Если вы рисуете, это 2D артисты, это 3D артисты, анимация, это концепт арты, в общем там, ну, большое поле для работы. Если вы умеете кодить, это языки, это фронтенд, это бэкэнд, это всякие серверные части, можно сначала улетать на код. Если вы умеете общаться с людьми, это комьюнити менеджеры, это люди, которые общаются с геймсообществом, это очень крутая профессия. Если вы умеете комментировать что-то, вы можете пойти комментатором на компьютерные трансляции и комментировать различные компьютерные игры, компьютерные матчи на кибераренах. Если музыкант, вам дорога в музыканты, компьютерные композиторы, гейм-композиторы, которые озвучивают и только пишут музыку, но и различные эмбиенты и прочее. То есть найдите, в чем вы сильны. Прямо вот определите. Я силен, ну давайте, я силен на ратиле. Потом просто заходите на YouTube, пишите, с чего начать гейм-дизайн, если ты на ратиле дизайна. Первые десятки запросов можете смело смотреть, они вам скажут примерно одно и то же. Идите на гейм-джем, идите в команду, говорите, что вы новичок, возьмите, вас возьмут и у вас будет проект за спиной. В гейм-деве верят только делам, только проектам. Если у вас есть проект, вас спросят, сколько скачиваний, сколько человек играли, где фидбэк. Если эти цифры есть, у вас с вами будут разговаривать, как сравнивать. Ну что, все понятно, примерно. Это действительно ситуация, которая нам очень хорошо известна. Это называется учиться, учиться, учиться и учиться. сейчас зарабатывать гейм-деве. гейм-деве. Опять это коммерция, это коммерция, нести ответственность за те инвестиции, которые в вас пришли. Во-вторых, это собственное величие, амбиции. Да, я это могу, я это сделал, это я художник, это мой контент. И, наконец, третье, это вот угодить игрокам, оправдать их ожидания. Вот в чем эта ответственность. Мне кажется, это очень интересные и красивые слова от человека, имеющего потрясающую профессию. И когда Евгений, я не знаю, как он отвечает на вопрос, кем вы работаете, но если ответить, если спросить, кем вы работаете, нарративный дизайнер, ну это вообще просто круто звучит. Знаете, как это мем есть, да, прости, мама, я художник, кажется так, да, или мама, извини, я буду художником, как это Влад там звучит, мне еще дети не говорили такого. Так вот, прости, мама, я буду нарративным дизайнером. Сегодня это очень, по-моему, клево прозвучало. Евгений, мы с вами в виртуальном где-то там эфире, да, может он к нам подключился. Сейчас, Влад, пожалуйста, напишите Евгению огромную нашу благодарность, было очень-очень интересно и полезно. И, друзья, спасибо за то, что вы были с нами в этом эфире. Вы сможете еще посмотреть этот эфир, потому что мы сохраняем его в ТВ, Инстаграм, а также он будет на YouTube-канале Академии. Но это только первый эфир медиапрограммы Международной конференции по цифровому искусству, которую проводит ЕСИ, тех-то искусство прагматика прекрасного. В следующую среду в 20 часов опять присоединяйтесь к нам, и мы будем говорить с Иваном Снегиревым. Уже не про нарратив, а как раз прям про графику. Это тоже будет интересно, как создаются, как рисуются компьютерные игры. Спасибо, пока-пока, до свидания. Всем пока, спасибо, что пришли, до свидания. Пока, счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok